В Кишиневском детском доме мама Маргарита стала теплее в буквальном смысле. Закончился ремонт по термоизоляции здания. В детдоме сейчас воспитываются 8 мальчиков от 7 до 18 лет. Проект по уцеплению здания помогло реализовать посольство Венгрии в Молдове. Здание после ремонта осветил епископ Римско-католической церкви в Молдове. Детский дом назван в честь католички Маргариты Акиены, которая в свое время посвятила жизнь воспитанию сирот. Первый кружок для детей открыл сын Маргариты – Иоанн Боско. Он был причислен к лику святых католической церкви. В период индустриализации Италии Италия столкнулась где-то с теми же проблемами, какие у нас есть сейчас. Родители уходили в большие города, дети оставались без присмотра, дети были на улице, много сирот. И вот Дон Боско, священник Римско-католической церкви, начал их привлекать к себе, начал организовывать какие-то кружки. Проект задумали в этом году и смогли реализовать до начала отопительного сезона. После термоизоляции здания в детском доме стало так тепло, что некоторые ребята ходят в футболках. Мы получим где-то 30-40% экономии тепла, соответственно, финансовых средств, которые мы можем перенаправить на другие полезные вещи. Дорого стоит тепло, дорого стоят коммунальные услуги. И это один шаг вперед для того, чтобы экономить средства, выделяемые для поддержки этого дома. С деньгами на утепление здания помогло венгерское посольство в Молдове. Был поднят вопрос, каким образом мы могли бы помогать. Конечно, в зависимости от наших сил, потому что Венгрия маленькая страна. И у господина епископа была хорошая идея. Он сказал, что здесь находится это социальное учреждение, которое нуждается в какой-то ремонтной работе. Николай живет в этом детском доме уже 8 лет. Все эти годы у него необычная семья. 7 ребят и воспитатели. Николай живет в комнате еще с двумя ребятами. Здесь же, после школы, делает уроки. Но честно признается, больше любит отдыхать, а не заниматься. В детдоме есть компьютерный зал. Там можно готовиться к урокам, а можно играть. Они могут играть в различные игры. У них крутые, самые крутые, навороченные все программы. И дети очень счастливы. Во дворе детдома спортивная площадка. Ребята говорят, что играют в баскетбол, футбол. Но больше любят все-таки футбол. Тем более, что с поиском игроков у них никаких проблем. Только дай клич. В свободное время ребята выходят гулять. Но воспитатели следят за тем, чтобы их не увлекла опасная свобода и уличная жизнь. Мы должны, в первую очередь, дародать нашу любовь, чтобы гасим этот сентимент. То есть, что каждый ребенок происходит из-за какой-то семьи, и кто имеет дурение. И мы стремим, чтобы гасим, чтобы быть какие-то приятели. Детдома мама Маргарита работает с 2011 года. Руководители центра говорят, что решили помогать именно мальчикам, потому что они чаще девочек попадают в плохие истории и сворачивают на опасный жизненный путь. Сотрудники центра говорят, что за 13 лет работы помогли сотням детей и подростков. Некоторых ребят смогли вернуть в биологические семьи.